всем привет я продолжаю тренировать команду чертанова у нас 1 декабря 2021 года тут какие перенесенные матчи играются тамбов не может обыграть краснодар краснодар не может обыграть тамбов 0-0 вот краснодар 31 очко нам играть сейчас кубок россии четвертьфинал в томске 1 декабря конечно это удивительное занятие будет в реальности в томске сыграть там видимо такая погода будет что там просто не сыграешь но здесь придется нам это сделать и отправимся мы с командой одной из аутсайдером фанрил они на третьем месте с конца идут там вот сыграем первый матч там еще кстати ответный потом у нас будет но это будет следующим календарном году там здесь ротацию проводим соответственно суток выходит игроки которые менее всего задействованы или просто кто-то устал соответственно даже гаджи гриф у нас будет в воротах стоять так попросим нас всех не разочаровать что здесь чего не играет отдых получил солдатинков попал заявку может играть конечно же сюрпризы баланс надо находить до нас кстати команда чертанова до 17 лет выиграл какой-то там кубок россии до 18 лет молодцы там кстати юрий кофт у нас тренируется команду молодежно до 18 лет но лиги чемпионов конечно юношеской лиги уэфа команда играет не очень не очень там конечно у нас борьба из за выход из группы практически ее нет вот здесь мы в атаке начале матча ухты какую момент перекладину как ничего не залетел мог перекладину все-таки попасть в поле и в ворота хороший момент был ну посмотрим посмотрим наша команда вот она в таком составе что еще и скажешь тут нечего сказать нужно играть дальним удар джабраилова не точно вообще непонятно да для чего кубок россии сделал четверть финала из двух матчей это вообще практически никто не принимает наверно для того чтобы такие команды как толст надо которые выигрывают кубок россии проходили в финал то есть один матч они там могут как-то пролезть до обыграть спартак попит по пенальти например а вот по сумме двух матчей конечно будет это сделать гораздо сложнее может быть в этом фокус весь не знаю но очень мало наши игроки бьют поворотом стоило лететь в томск что ли чтобы тут так показывает непонятно что болельщики томске тоже с интересом ждут нашу встречу когда мы с ними фанайл еще играли мы проиграли на этом стадионе последний раз вот так что тогда не наверное подумать не могли что после этого чертанова будет в лиге чемпионов играть на остановиться чемпионом россии потенциал и есть команда конечно заменить всех игроков практически так наберем штрафную момент и здесь надо забивать это сорвили делает первый угол сезоне но не так часто играет конечно поэтому первый год сезон человек здесь пробил его защитники заблокировали на мяч хорошо скачок сорвили кому надо было просто попасть в пустые ворота так набивали травма получается у нас тут горшком можно выпустить я думаю что еще больше никого некому многих и просто заявку не взял и так 7 замен можно какой причине делать ладно посмотрим потом так вы можете лучше конечно же играть давайте у нас два легионера всего в этом матче вышла в стартовом составе ну так почему бы не да вы себя показывают россияне так скажем уровень команды тумана должны вот в таком сочетании спокойно и переигрывать колесничек тоже первый гол сезоне забивает ну уровень фунел конечно команда должны даже нашли самые сильные игроки запасные так скажем быть на виду в этом матче так вам по замену кого выпустить нужно выпустить если что жабраилов пусть играет ничего страшного я думаю нет в этом так ну заменим тогда мы пусть выходит один легионер останется у нас на поле тоже неплохо вот лабека то что переживал что мало играет хочет больше но сыграет стоми должен забивать может сейчас лабека нет блокирует блокирует его удар сорвели тут разыгрывает показать нам дали так гомес зиньковский сложно сказать кого выпустить гомеса выпустить зиньковского выпустить браилов конечно уже физически сложновато ну ничего предыграет колесниченко зиньковский выходи на оставшись 15 минут матча здесь как бы проблем особых нет у нас да мы видим так все контролируем и здесь момент еще можем забить 3 даже нет не получилось ничего 2-0 ну и понятное дело ответный матч тоже будет наверное таким примерной картине на можно тоже будет сыграть составом таким кто меньше играет плохо что травма товарищ на бюллин не знаю насколько он вылетит вот здесь он могла забить дальним дальним ударом гаджиев не пропустил кстати концовка матча уже здесь в общем ничего интересного до сенсации ожидал то и не дождался наши игроки спокойно выигрывают этот матч выиграть с этим поздравим взглянем с вами на результаты кубка четвертьфинал первый матч и вот рубин динамо 24 интересно очень так вот сыграли спартак 20 переиграл ростов но мы 2-0 в гостях выиграли и локомотив в гостях мартове обыгрывает 1 0 нам кстати теперь с локомотивом играть в чемпионате здесь конечно все в пользу локомотиву будете думал спартак чертанова наверное динамо теперь пройдет в полуфинал но вот с локомотивом там и сейчас первая команда в чемпионате будем смотреть локомотив вот такой вот у нас матч лидеров чемпионата мы видим состав ну да шатус еще играет в общем многие у нас отдыхали прямо скажем вот и с локомотивом последние разы мы с локомотивом играли ничего неизменно так у нас было ничего давайте смотреть массимо карера тренирует локомотив вот и поузнаем что на сей раз он нам предложит для нас гостевой поединок так что можно рассчитывать она что там ну вот отдыхали давно практически все солдатинков отыграл только ну и кто еще все все остальные были готовы к тому чтобы вот здесь выйти метрюшка поймал мяч гонсалес забрасывает вперед на гомеса гомес сам может решить надо что вратарь локомотив спасает момент хороший был гомесом молодец конечно гомес но локомотив увидим физически вот эти игроки видим с мордовии играли рухин тут караваев да и команда выдохлась немножко хотя бы у нас мордовии наверно хороший гол сейчас грандер забивает десятый год в сезоне по моему все в чемпионате если ничего не путаю исключительно чемпионате у нас молодец дали ему пройти никто не мешает но он пробил дальний удар есть как чему что с морду видите наверно нужно было бы сыграть локомотиву резервным составом что почему-то они этого не сделали мяч примерно по ровну до владения ударов у нас чуть больше и так вот матч протекает посмотрим во что это в итоге выльется у нас и выльется ли потом играть в виде чемпионов спорту последний матч группы ну для нас уже как бы ничего не решает да ну по факту с турнирной таблицы только так конечно все решает нужно играть момент еще один листами мобилисты кстати теперь интересуются знаете кто ливерпуль вот так бывает перерыв у нас тут что нибудь пусть играют второй тайм ну если вангериста мысли предложат занимать ее там 40 миллионов чему нет можно даже поменьше думаю смотреть варианты просто если это зимой будет сделано то не знаю все зимой очень плохо перед лига чемпионов плей оффом терять игрока центра поля пока ничего не происходит у нас кто тут выпадает умиаров гомес это мелочи конечно давайте попробуем жмена выпустим на замену без сулейманова так главой разыгрываем то села на местную данный бюллин травму получил в томске вот что значит поехать в декабре в томск можно остаться без какого-то игрока локомотив осмелел тут мы видим идет локомотив атаку перевод на фланг раваев если штрафную и смог забирать 15-го сезоне он стартовал хорошо очень в чемпионате нам опять забил как он нам уже забивал конечно было дело из одного и вы конечно оставили это печально это не очень радует нас всех один-один какая вот игра ну можно конечно тут надо с лимитом попасть это очень важно чтобы заменить до кого-то на кого-то так в атаке крестниченко тут все забил давайте мы тоже выпустим ну и так пока синьковский замена локомотив смотрите понял что еще можно забить какой-нибудь там через фланг и здесь кузьмин перехватил и вот гомесу гомес 11 губерсу что такое второй момент такой не реализуешь в реальнейший момент просто как спрашивается можно не реализовывать такие моменты непонятно ну я могу конечно сорвили выпустить ну что он это даст свежесть как-нибудь в атаке гранат бирж хоть и забил ну ладно опять ничья что ли у нас получается с локомотивом интересно ничья так ничья последние минуты компенсированного времени на вес штрафную здесь подбор мяров кузьмин биро биро здесь прострел нужен ну да удар на вес не знаю далеко вратарь них это убивает последняя наверно так а если бы долго идти то ничего не получится на вес еще и штрафной опять гербер на куда ну и по всей видимости да ничья так вот мы любим с локомотивом играть теперь в ничьи насколько последних матчей то у нас ничего завершилось штуки три что люди четвертый если я не ошибаюсь ну так вот играем недоволен я конечно хоть а только у нас сохранился но 1 1 это печалька ну и так мы первые в туре играли локомотив 11 чертанова спартак выигрывает у арсенал 10 ростов выигрывает в 1-0 анжи тамбов 12 вот тамбов опускался опускался опускалась команда там где-то ничейку зацепляла ну здесь вот вау тут сайтер явно выиграла уфа выигрывает армейцев это конечно не очень хороший результат для циска и циска непонятно где динамо урал 1 2 но вот зенит смотрите 7 6 1 прикладывает краснодар зенит играть на четвертом месте идет 40 вот победа держится рубин ахмат по нулям ну и турнирная таблица 19 тура у нас правда еще 16 вот так вот все складывается но гравенберг забил локомотиву 10 смог забил тоже 10 в чемпионате то есть здесь пока еще все будет нормально развиваться но отвлечемся немножко от чемпионата нашего давайте посмотрим жеребьевку состоялась жеребьев чемпионат мира 2022 года и россия попал в группу а катар принимается чемпионат мира и россия с хозяевами в общем катар гана и сша ничего себе жребий вот так вот сша россия это же круто ну и катар принимает чемпионат мира россия принимал предыдущий чемпионат мира ну и с кем наши стартуют хорошо не с катаром с которым последний матч будет с граной потом с сша очень интересно давайте дальше группа б что у нас тут есть бразилия коста-рика нигерия швейцария ну конечно швейцарцы я думаю здесь все могут спокойно из группы выйти с бразилийцами на пару ну а там как пойдет пока непонятно да сенсации здесь всегда бывают особенно футбол менеджеры австрии англия ирана колумбия вот англия колумбия был матч на чемпионате мира в россии по пенальти тогда англичане выиграли ну да все здесь оказывается тоже достаточно интересно группа d аргентина голландия испания новая зеландия ужас три таких сильных команды голландцы дома набирают возвращаются так скажем в строй лидеров европейского футбола мирового это будет интересная группа группа d конечно таких команд не выйдет группы и германия италия и конга и южной кореи вот так вот тогда южная корея немцев обыграла в россии 20 не пустила их в плей-офф чемпионата мира но вот теперь германии интересно как здесь себя проявят тоже до веселой жеребьевка франция чемпион мира действующий будет с ругваем коди варом австралии но здесь конечно французова гвай смотрится предпочтительнее изначально группа джи дания камерун португалии майкану португальцам повезло отчасти ямайка но не знаю может быть будет очередные 50 в каком-нибудь из матчей и песня нам будет очередная новая ну и последняя группа и речь бельгия украина видим украина попала чили япония бельгийцы здесь выглядят по названию конечно фаворитами как тут сложится дальше мы посмотрим ну и вот так вот жеребьев кто у нас 21 ноября кстати это будет да не летом то есть это где-то через год чуть меньше года так вот интересно будет проходить чемпионат мира в ноябре тут пауза что ли будет у нас в чемпионате россии не знаем лиги чемпионов как это все будет происходить просто еще никогда до этого не доходили чтоб чемпионат мира игрался не летом вот в следующем году как раз и узнаем в следующем сезоне как это будет ну россии шанс конечно хорошие должна россия выходить из этой группы дома дальше там группу б бразилия швейцария да если бразилия то совсем сложность швейцария то шансы кое-какие будут ну как обычно там черчесов усы надежды там посмотрим на чемпионате европы сборной россии двадцатого года я напомню в полуфинал вышло по этой версии футбол менеджер вот так вот то есть россия тут еще может преподнести вот что касательно чемпионата мира портала к нам приезжает заключительный матч группового этапа лиги чемпионов у нас дисквалифицирован есть игру венесиус поэтому солдатинков будет играть убиулин с травмы так что давайте скажем что-нибудь нас не интересует ну и будет сейчас смотреть что получится берч мы в синим общем как обычно практически всегда порту им нужно конечно выигрывать если они хотят выйти в плей-офф лиги чемпионов эрера травму получает вот так вот в начале матча замена вынуждена у порту здесь есть у них игроки которые могут убежать и пас отдать и все остальное сделать конечно же грайан берч сулейманова сулейманов пошел а я штрафный гомес гомес забивает 10 свой был в сезоне 13 минутам мы видим с улейманов навесил гомес главой главой вот так вот напережение 1 0 посмотрим дольше последует еще попытаться забить гилиста фланг тсо защитника убился наказался не совсем он защитник конечно глубоко не держит никто хорошо удар не получился но точно буду это радует сумок порту стал команду наносить удары это не здорово вот один створ то увидел остальные куда-то мимо там все были ничего мы владеем но увидим потери там и контратаки вот видеть спорт уже бьет поворотом это плохо 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 ребята ну чуть подсевшие но больше конечно видимо порту там свой матч в чемпионате раньше играли чем мы или вообще не играли не знаю мы с локомотивом конечно потеряли тут кондиции некоторые ну и хоть и владеем тут преимущество мяча но по ударам то порту наносит видимо с любых позиций бьют и там большинство мимо по статистике ударов нас переигрывают в два раза перерыв ну надо сказать что я недоволен так как здесь давайте посмотрим а таланта монако 11 играют интересное дело спартак вот проигрывает и ливеркузину ну что поделаешь что поделаешь второй тайм муж как-то отреагируют у нас игроки мои слова в перерыве я понимаю что там ничего уже не надо ну как в европе нужно себя показывать набирать очки выигрывать матчи даже пусть они с турнирные точки среди ничего не решают нужно у бакар желтую получил гонсалес весь штрафной очень опасный гонсалес выбрал мяч гравенберг заброс гомесом гомес тут сам побежит сам побежал штрафной то кто не будет выберем него так по заменам если кого и менять вопрос кого слиманов гравенберг кто хуже выглядит со физически наверно того и нужно убирать эти гравенберг попробуем убрать у нас здесь может выйти только если джибраилов так вот мы его выпустим 16 лет у лиги чемпионов да вот зиньковский сулеманов можно их всех менять конечно постепенно здесь вот а вот опасный спорта может создать момент билсон мечта все остановились то мне сейчас удар будет и гол далее блин он забивает как следует и попал далее мы это сделать на том что многие остановились непонятно для чего для каких целей и 11 сравнивает ну давайте фланги будем освежать кузьмин колесниченко выходите оба сразу по ударам мы проигрываем очень мало ударов в створ идет печально вот такой вот гол пропустить за неразберихи кто-то встал что-то все подумали гомес сам пойдет губе сам идиот ну добить кузьмин ух ты будем смог сам решить сейчас однако кузьмин это делает подхватил на гомеса гомес прошел штрафную ну пробил вратаря но удачный отскок конечно вратарев защитника и кузьмин тут в пустые ворота шестой был в сезоне молодец выйдем на замену здорово казалось так я над солдатинков будет штрафную бедюх надо зиньковского то нет уже на поле четыре минуты судья добавляет ну и ждем финальный свисток спокойно здесь метрюшкин уже мяч разыгрывает выбивает его на биро биро тут завалить еще успели но финальный свисток очень владел ну вот так вот за ошибки нас конечно простили ну хорошо что выиграли так результаты давайте смотрите в нашей группе аталанта монако 22 и это значит что порту выходит со второго места вот так вот шесть очков с шестью очками выходит команда со второго места иной раз из десятью не выходит здесь шестью можно выйти вот так вот по личным встречам общем порт был сильнее и поэтому они вышли дальше если бы там кто-то выиграл монако и аталанты топу вышли те таланты в общем в итоге никуда не выходит монако в лигу европы но спартак проиграл байеру здесь конечно спартак умудрился ювентусов играть в гостях больше ничего не смог но и атлетика 1 ювентус даже из группы не выходит вот так вот в лигу европы ювентус отправляется до жеребьевки мы сюда идем конечно лиги чемпионов у нас еще впереди с динамо матч последние здесь в календарного этого года в чемпионате сделала у нас все мальчик это будет последний двадцать первом году мы здесь в общем играем труды как шел на другой фон поставить ну посмотрим гонцарес стал совсем действовал стал после локомотива и порту таких двух матчей играем с динамо с динамо что я скажу в первом круге это единственная команда с которой мы потеряли очки вот так вот очень интересно все остальные матчи мы там выиграли второй круг начался вот с локомотиву ничего сыграли динамо все просто все понятно да любят она с динамо настраиваться ну тогда в том матче конечно два дальних удара залетело так с преимущество у нас конечно же было вместе в поединке так сулиманов джебраилова джебраилов перекладина неплохо пробил джебраилов молодец будет может развиваться дальше в команде мир и мир и здесь пошел в обык уж остановился назад последний матч ребята идете в отпуск все очень просто сулиманов джебраилов дали удар так вот жебраилов пришел сегодня удары наносить решил так решил попробуй остановить створ ударов нет поэтому и было перекладина самый опасный момент который мы видели 00 пока стена мы идете в отпуск вы после этого матча естественно нужно как-то сыграть его хорошо порадовать наших болельщиков хотя и так их порадовали я думаю плей-офф лиги чемпионов там вышли ждем и шеребьевку естественно с кем попадем это очень важно для нас попасть можно с очень серьезным соперником можно попасть с каким-нибудь ну более-менее так скажем соперником вот будем смотреть ее жеребьевку и тогда уже узнаем первый тайм у нас пролетает больше меньше не видели поэтому довольным тут как-то особо быть нечему да так не отреагировали да у нас некоторые игроки ну давайте зиньковский сулиманов вы недоволен вашей не вижу так сейчас пойдете замену меня кузьмин там уже готов забивший победный гол в португальской команде так ну и гомес может быть хотя забил же в тоже порту первый гол динамо тут в атаке перехват гравин берч соброс на гомес вот он гомес опять один навес туда там никого ошибка какая гравин берч 11 гол сезоне но это явная ошибка этого лысого товарища холмина сейчас мы это увидим волос просто навесил в принципе никого нет зачем ты выбиваешь врата играет по мячу сейчас напихает за такие действия да очень печальная картина была в исполнении сейчас холмина беру беру полез в обводку ну смог не сохранить грамин берч 11 голов сезоне премьер-лиги вот так не нападающий забивной товарищ парк руденко на этом плане еще пока не играл у нас в этом сезоне посмотрим же браилов сулемо 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 ну дольный удар очень сильно опасно попасть воспользовались ошибкой в обороне динамо 1-0 повели ну сулемо я тогда буду убирать давайте ка кузьмина заслуживает наверно кузьмина забил все-таки победный гол португальцам груденко тут в штрафную классно гравин берч опять это бил ну такой вот он гравин берч у нас как ударит так ударен да ну же браилов не могу сказать что плохо выглядит сыграл нормально вначале это вообще был неплох евангелист выходи ну и кто еще гомес зиньковский кто давайте гомеса наверное заменим ну что поделать лабета выйдет у нас нападающий последние 15 минут повреждение получил динамо его заменили кордоса все замены сделаны 1 0 всего любой момент тут может у наших ворот лица гол поэтому нужно как ты забивать кузьмин кузьмин ухты еще смог забить перекладину тут опять спасает динамо не первый раз уже сегодня вот пожалуй штрафной панченко ухты трюшки отбьет что 1 0 означает какой-либо стандарт и получать можно такие на плеухи из-за этого до 5 минут и заканчивается компенсированных в общем выигрываем 1 0 так до данный год заканчиваем на без опять лучше выиграли в общем на итоге смотрим последнего этого тура двадцать первого года так ростов 3-1 обыгрывает уфу ну и видим марков тут 13 голов на забивал так на 1-0 тамбов проигрывает крыльям 0-3 урал анжи 33 аутсайдер очко набирает ахмат арсенал по нулям циска зенит 1 1 краснодар спортак 1 2 вот спартак выиграл и рубин локомотив 22 потерял очки рубин локомотив конечно рубин так себе плетется и мы соответственно в марте теперь у нас возобновится чемпионат но у нас 7 очков преимущества к мотив ростов на игру больше он игру меньше чем у локомотива на 2 чем у ростова то есть здесь еще все может произойти но оптимизм конечно хорошие 2 ничьих 15 побед в общем в чемпионате складывается здорово сейчас по узнаем шеребьевка лиги чемпионов с вами и уже там посмотрим что и те и чего где про кубках штать и так вот она жеребьевка 13 декабря сейные команды это кто занял первые места это вот атлетика чертанова манчестер сити тут он гэм барселона бавария леал мандрит и валентия ну и соответственно нам достанется кто-то из неси нах бенфика байр ливеркузен ли он он порта не достанется потому что мы с ней в группе были баруси торт но ливерпуль манчестер юнайт это пассажир вот это вот четыре команды конечно очень серьезная ну и вот эти три играть можно слюна мы как-то играли уже блин европы нас ливеркузеном в прошлом сезоне играли то есть давайте смотреть ливерпуль может нам остаться нет атлетико мадрии баруси дортмунд может нам достаться и достается в германию мы поедем мухты в дортмунд очень интересное дело так либо манчестер сити бенфика бавария манчестер юнайт от реал мадрид хороший матч ли он тоттенхэм и порту валенсия но не самый выдающийся матч скажем баруси дортмунд в общем пассажир барселона уже помним было такое барса с 40 отыгрывалась 61 ну и ну давайте смотреть что там в бундеслиге происходит баруси на седьмом месте что с баруси то есть я не знаю но даже байр ливеркузен идет выше баруси на седьмом месте то есть такой вот нам соперник я не знаю как они выправят ситуацию к нашему матчу когда мы там будем играть да мы будем играть 8 февраля в гостях ну вот и узнаем смогут не смогут на каком месте будет баруси в тогда и вот классный матч я думаю нас всех будет ждать в одной восьмой лиге чемпионов мы либо европы тоже заценим жеребьевку состоялась она тут две российские команды вот краснодар сибири попал да интересно события ну как они играли до недавно в одной группе лиги европы в реальности локомотив лацио то есть по моему даже когда-то локомотив тоже с лацио играл было дело что ли что такое и где-то очень причем чуть ли не в полу финале если память не изменяет но остальные мальчик челси здесь постоянный клиент с пауком попадают арсенал английский тоже пройдет так милан здесь милан интер здесь монако в нашей группе команда была с бешикташем сыграет но есть еще ювентус конечно криштиану роналду честно сказать начинальную лигу европы не выигрывал на никогда ну вот шанс шанс у него на этом будет я думаю что ювентус не прошел отбор в лиге чемпионов но из группы не вышел это конечно сенсация вот смотрим расписание стуми мы играли в этой серии на кубок первый матч выиграли 2-0 еще ответный будет локомотивом 1-1 вели пропустили спорту выиграли все 2-1 до 2 миллиона семьсот тысяч евро за победу мы получили 14 очков то есть четыре победы две ничьи в группе это вообще хорошо хороший результат для нас но и группа была не самая сильная динамо кое-как в общем обыгрались за ошибки там защитника гравенберг забил 1-0 ну и на зимнюю паузу мы с вами уходим 8 февраля вот нас будет ждать матч с дортмундом верни в дортму где потом ну там товарищеские конечно всякие будут томя томя ответ на если мы пройдем а мы скорее всего пройдем то сразу там через несколько дней будет уже полуфинал кубка россии то есть здесь пока этого нет но все может быть ну а дальше там опять дортмунд ну и возобновится чемпионат страны в общем мы с вами от вернемся к матчу с борусей это следующей серии будет после зимней паузы пока у нас все складывается но так как дортмунд идет где-то там мы видели на седьмом месте в германии шансы есть неплохие но как команда может наберет кондиции что ли к 8 февраля там могут быть проблемы узнаем в следующей серии всего это и увидим на этом я с вами со всеми прощаюсь всем спасибо за внимание всем пока